Проблемы в перинатальном оказывается есть. Наконец власти открыто это признали. Вице-премьер правительства региона Надежда Копора перечислила их в ходе пресс-конференции, куда съемочную группу нашей редакции не пригласили. В материалах других СМИ со ссылкой на Копору названо сразу несколько болевых точек центра. Дефицит специалистов по подключению и монтажу оборудования, узкие дверные проемы и негерметичные потолки. На устранение недоработок потребовалось время. Все это и не позволило сдать верхние этажи центра. Вот, к примеру, как объяснила Надежда Копора одну из переделок. Цитируем. Оказалось, что местные проектные институты были не готовы к разработке таких сложных решений. В настоящее время в экстренном порядке потолки меняют на герметичные. Нужна особая конструкция потолков и вентиляции. Все эти мелкие недоделки привели к тому, что на объекте до сих пор проводятся строительные работы, но готовность помещения оценивается как высокая. Как крупнейший в России медицинский объект могли признать соответствующим санитарным требованиям и дать разрешение на его открытие в начале декабря, когда вовсю велась стройка и ничего не было готово. Вопрос, на который ответственные лица не отвечают до сих пор. У Алтайского Росздравнадзора претензий к перинатальному нет, заявила вице-премьер. Но этажом выше предательски рычит дрель. Как выяснилось, поспешили сдать перинатальные центры и отрапортовать. В Москву далеко не все сибирские регионы. В Хакасии, например, сдачу сложнейшего объекта перенесли с декабря на март. В том числе, как подчеркивает один из источников, из-за долгого и трудоемкого процесса лицензирования. А вот в Алтайском крае санопедзаключения и лицензии были получены по щелчку в считанные дни. У нас получена лицензия по акушерству и гинекологии на поликлинику и на стационар. И оба вида деятельности мы осуществляем. Срок сдачи перинатальных центров сдвинули также в Бурятии. А вот в Ачинске Красноярского края и в Барнауле предпочли поспешить. И тем самым подвергнуть жизнь пациентов риску. В Ачинске прокуратура уже фиксирует нарушения. Власти Алтайского края сегодня называют четкие даты ввода четырех верхних этажей центра и заверяют, что никакие обстоятельства не помешают им соблюсти график. Кстати, разработать его федеральный Минздрав обязал регион 6 февраля. На следующий день после выхода на федеральном канале сюжета о проблемах в центре ДАР. Мы будем держать на контроле эти обещания. Елена Макаренко, Александр Антропов. Наши новости.